Девяностое. Золотая пора телевидения. Это стало ясно сейчас, в эпоху смартфонов и ютуба. А 30 лет назад ящик, как его сегодня презрительно называют, заменял все. И соцсети, и мультиплексы, и онлайн-магазины. Свобода, которую так внезапно обрели казахстанцы, стала транслироваться во всем коммерческом. Коммерческими стали магазины и рестораны, образование и медицина, и, конечно же, телевидение. Коммерческий телевизионный канал той поры, он про это. Про коллективное и немного бессознательное желание получить от этой жизни все. Ведь для этого в этой стране внезапно появились все возможности. Ну а главный проект КТК – ТНН, телевизионные неофициальные новости. Каждый день ведущие в неформатно яркой одежде с неформально вольными интонациями рассказывают о том, как стремительно меняется Казахстан и казахстанцы. В эфире все. От митингов, обнищавших пенсионеров, до презентаций молодых коммерсантов. От громких политических скандалов до визитов под забытых западных звезд. Эфиры бездушного пафоса официальных кнопок с фирменным юмором и ироничными интонациями. И все это за 20 лет до появления видеоблогеров и Ютуба. Но как-то так сложилось, что вот эти самые 90-е и 2000-е остались только на старых телевизионных пленках формата ВХС. Думаю, что первый опыт, он недостойный. Да и наша память уже в устаревшем формате. Цвета взрядно выцвели, да и пленку периодически нужно перематывать, чтобы не рассыпалось. Этот проект об этом, о том, как это было. И для них, для тех, кто в формате ВХС. КОНЕЦ Кричащий «Беркут», «Ты машина» и два студента, танцующие под казахскую песню. Этот клип Макпал Жунусовой лучше всего рассказывает о казахстанском шоу-бизнесе первых лет независимости. Когда сначала нельзя было ничего, а потом стало возможно все. Когда порой нечего было есть, но при этом очень хотелось веселиться. Время откровенности, искренности и вседозволенности. Когда вся страна разом испытала культурный шок. Макпал Жунусова – абсолютная звезда 90-х. Самая народная, с тем самым тембром и той самой внешностью. Меняются тренды, исчезают бренды, а она всегда найдет своего зрителя. Прошло почти 30 лет, а съемки этого клипа она помнит до сих пор. Макпал Жунусова – абсолютная звезда 90-х. Макпал Жунусова – абсолютная звезда 90-х. А вообще сколько у тебя таких вот кепочек? Вообще-то я не считал, но много, может быть около 60. Пономарев и Иргалеев – это те самые телевизионщики, что в начале 90-х придумали Азия-даусы. По сути, именно с этого фестиваля в Алматинских горах и начался весь казахстанский шоу-бизнес. А сами они были первыми настоящими продюсерами. Где надо эпатаж, где надо стиль, а главное – четкое понимание, что Казахстан может предложить остальному миру. А сейчас, извините, у меня просто вот очень сложная работа. Тем не менее, спасибо большое. Спасибо. В Казахстане, который разом перестал быть не только политической, но и культурной периферией, теперь происходит масса событий. Оказалось, что у нас полно собственной национальной самобытности, которую грех не показать всему миру. Для этого в стране проводят международные конкурсы песни, международные кинофестивали и даже международные конкурсы красоты. Пероприятие с участием иностранных гостей вызывает такой ажиотаж, что, естественно, всем желающим на них не попасть. Выручает, конечно, телевизор. И о том, что к нам приехала Патрисия Кааса, Робески или даже сама Пугачева, мы узнаем из вечернего выпуска ТНН. Женя, отойди, ты же мешаешь. Да, хорошо. Давайте посмотрим вместе. Вчера в мэрии в очередной раз заседал Ордкомитет конкурса «Азидаусы». Вот несколько новостей. К 22 конкурсантам прибавился еще один из Малайзии. Билеты на Азию уже отпечатаны. В первые два дня они будут стоить от 150 до 200 тенге. Ну, а в последние три – от 250 до 1000 тенге. «Азидаусы» не просто музыкальный фестиваль. Он самое удачное позиционирование страны. Декларация казахстанского, евразийского и мультикультурного. Народ не пугает ни дождь, ни холод. Бывалые зрители быстро соображают, как согреться под открытым небом. Но все-таки на Медео едут в первую очередь, чтобы послушать музыку. А вы приехали сюда потому, что это модно или потому, что вы хотите посмотреть и послушать? Нет, конечно, здравствуйте. Мы приехали, потому что хотим посмотреть. А кто из конкурсантов вас больше всего привлекает? Махпал Жунисова. А вас? Алла Пугачева, Махпал Жунисова, Пресняков. А Кутуньо, Киркоров, А Кутуньо, Кутуньо. Очень даже, очень даже тоже привлекает. Какие первые впечатления? Во-первых, на Медео холодно. Здесь люди в плащах, в куртках, ну свежо, не больше 15 градусов. Во-вторых, ну вход. Давайте так, со входа начнем. Тимур сейчас покажет вам. Бойкие молодые люди продают билеты по 200-350 тенге, в зависимости от мест. Сказать, что трибуды переполнены, я бы не сказал. Очень много свободных столиков, но возможно это от того, что первый концерт. Десять лет Азии до усы. Главное событие и города, и страны. Фестиваль зажигает новые звезды, знакомит казахстанцев со старыми, а главное ставит новую планку в сфере культурного отдыха и локальных ивентов. Все по-взрослому. Охрана для особо буйных фанатов, вип-места для тех, кто может раскошелиться, и пресс-конференции для заезжих звезд первой, второй и даже третьей величины. В пресс-центре гостиницы «Казахстан» закончилась пресс-конференция с группой «Кармен», а точнее с Сергеем Лемохом, и мы получили возможность сделать интервью для прямого эфира. Так как же все-таки правильно, Лемох или Лемох? Ну вообще на самом деле все равно, но правильная фамилия, естественно, Лемох произносится. Если не секрет, вы за этот фестиваль получаете в рублях, тенге или долларах? В долларах. Сколько это коммерческая тайна, конечно? Естественно, кто же говорит цену. Ну вот Азия до усы 95 и закончился. Жизнь входит в привычную колею, суета, беготня и нервотрепки позади. Мы, как обычно, с вами. Нурберген Мохамбетов, пожалуй, самый стильный тусовщик из 90-х. Уже четверть века он крутит диски в закрытых клубах. Но атмосферу грандиозного сейшена под небом заилийского латау помнит до сих пор. Я же на Азия до усы работал. Я же первый год я работал там тем, что я привозил артистов. Я был переводчиком, привозил артистов. Но первый Азия до усы был фантастический по отбору артистов. Я вообще как вспомню, как мы договорились без сотовых телефонов, без каких-то там, не знаю, телевиксов. Без интернета, не практически, а его и не было. Потому что там, как мы их привезли всех. Я вообще не... Мы привозили таких музыкантов. Я в шоке просто. С Артемом Троицким, с Женей Бочковым мы же привезли музыкантов высочайшего уровня. Мы в офисе Азия до усы. С человеком, которым я сейчас беседую, наверное, не стоит никому представлять. Ну, на всякий случай, это Александр Сергеевич Пономарев. Ну как, Александр Сергеевич, вы уже успели немножечко дойти после конкурса? Ну, физиологически, да, психологически пока еще нет. Пока я еще там, всем душевым сердцем, внутри этой огромнейшей работы. Пономарев и Иргалеев потом придумают фестиваль «Жасканат», на котором загорится еще с десяток звезд. Но к середине двухтысячных фестивальная история схлопнется. Грандиозные ивенты с западными звездами и ковровыми дорожками переедут в Астану, где едва ли не каждую неделю будут что-то открывать и что-то праздновать. А шоу-бизнес ускоренным темпом начнет превращаться в той бизнес. Хотя многие так навсегда и останутся в безумных девяностых. Ты солнце, спустись ко мне, я жду тебя здесь, на земле. Давай, облака, раздвинь рукой, как жаль, что ты со мной. Потанцуй со мной, потанцуй со мной. Танцуй, мега ночь, поглощай. Весь сегодняшний шоу-бизнес, по сути, можно уместить вот в таком вот смартфоне. Здесь и современные треки, которые можно послушать на ходу через AirPods. Здесь и свежие клипы на YouTube и личная жизнь звезд в Instagram. И даже исполнительно на той можно заказать по телефону. В аналоговых девяностых все было куда сложнее. Чтобы тебя заметили, нужно, чтобы тебя хоть кто-то услышал. Самый первый шаг к славе, он мог быть и таким. Хватит. И так мы сами можем. Если все-таки удалось пробиться куда-то дальше летней площадки шашлыком, то для раскрутки нужна ротация. В первую очередь на только что появившемся коммерческом телеке. А для этого, в свою очередь, нужен клип. И чтобы все было недорого, ярко и весело. Мой татарский мальчик – абсолютный казахстанский хит 90-х. Съемки клипа на песню сейчас тоже вызывают слезы умиления. Декорации театра Лермонтова, бодрые старички из народного ансамбля «Сарман», «Живой петух» и горячие учпучмаки. Из Алматы все это начиналось. И, в принципе, все дальнейшие проекты, которые мы собираемся делать, прежде всего мы будем обкатывать именно в Алмате и в Казахстане. Дело вот в чем. Дело в том, что он татарин, ему сваливать некуда. Ну, вообще, куда сваливать? Но клип и удовольствие дорогое. Самый доступный способ раскрутки – ротация на радио. Бесконечным повтором одного и того же трека можно вывести в хиты что угодно. Но тогда, в самом начале, казахстанское радио еще было другим. Качественная музыка для качественных людей. Это прекрасно помнит Ноэль Шаехметов, один из самых породистых деятелей казахского шоу-бизнеса и хранитель духа старой Алматы. В 90-х он был в самом центре музыкально-радийной тусовки. Сейчас я разговариваю с человеком, которого вы тоже прекрасно знаете. Это Ноэль Шаехметов, Миру, просто Нелик. В 92-м году, когда появилась в Алмате первая FM-радиостанция, это «Радио Максимум», конечно же, я, когда впервые услышал, я был в шоке, потому что чистое качество, у кого еще тогда FM-а не было, были ультракороткие волны. Я впервые услышал, как Женя Бычков там поставил «Band on the run» Пола Маккартни, потом «Beatles», Саша Кириченко начал ставить, «You're right hip», и я тогда понял, что очень сильно поменялось в нашей стране даже с приходом в свободный эфир вот этой музыки, которая раньше на самом деле где-то была под запретом. Вершина отечественной музыки по качеству звучания и стилю в кадре – А-студио. Повторить успех только через четверть века получится казахским рэпером. Но тогда проект «Байгали» Серкибаева – единственный конкурентноспособный продукт на экспорт. Гастроли на родине – мастхэв для тех, кто высокого мнения о себе и своем музыкальном вкусе. 27, 28 и 29 октября во Дворце Республики наконец состоится заявленная ранее концертная презентация нового альбома группы А-студио «Солдат любви». Всего три концерта и столько в живом исполнении. Вот, Байгали, вот мы знаем, что мы слышали, точнее, ваши новые вещи из нового альбома. Это «Солдат любви», «Свободная птица», «Осень». А что еще кроме них будет? Ну, это также будет песня «Незнакомка», песня «Эти летние дни», хотя они уже давно прошли. Вчера был последний, по-моему, теплый денек. Голод на зрелище в то время такой, что заезжая попса собирает даже не дворцы культуры, а стадионы. Вот, к примеру, забытый формат из 90-х «Звездный футбол». Это когда российские эстрадные звезды сначала играют с казахстанскими олигархами в футбол, а потом поют под фанеру. Посмотреть на это находились тысячи желающих. После футбольный концерт вызвал неподдельный интерес трибун. Первыми спеть «Побалдеть» выскочили Саша с Лолитой из кабаре дуэта «Академия». Пока Лола выясняла, выйдет ли Тома из дома, ее могучий супруг, варяжно развалившись, катался на машине. Тирота из «Мерседеса» Юрик Шатунов выбивал слезки из юных див, как и 10 лет назад. Блистала бельем несравненная Маша Распутина, но от интервью отказалась, сославшись на неготовность. Но вся прелесть шоу-бизнеса, она в том, чтобы быть его частью. Для тех, кто любит не только пить, но и петь одновременно, в страну завозят первые аппараты караоке. Поначалу они стоят очень дорого, и их устанавливают только в дорогих ресторанах и ночных клубах. Это развлечение для тех, кто не только любит повеселиться, но и хочет вовлечь всех окружающих. Душераздирающими вокальными потугами оглашаются окрестности летних площадок и баров. Но, к счастью, мода на коллективные песнопения очень быстро проходит. В 2000-х под караоке выделяют закрытые звуконепроницаемые кабинки в специализированных клубах. И только в совсем отсталой провинции над площадями выходные дни разносятся не стройные и не очень трезвые голоса. А ну-ка, заткнись, сволочи! Но если ты хочешь стать частью шоу-бизнеса, то ты и непременно станешь. Один из самых ярких форматов – многочисленные конкурсы красоты. В центре движухи неизменно была Татьяна Антоненко, основатель и владелица модельного агентства дизайн-мода. Пошли такие слухи, что конкурс королевы клубов – это вроде как отбор проституток для зарубежных наших бизнесменов. Правда? Слухи? Ну, я слышала с твоим глазами. Ну, вообще, я считаю, что это очень обнадеживающий симптом такой, потому что слухи – это сопутствующие вещи популярным конкурсам. Значит, это свидетельствует о том, я думаю, что наш конкурс уже становится популярным, хотя он еще ни разу не проводился. Девушки на вечеринках дизайн-моды действительно все как на подбор. Ноги, зубы, волосы. До термина «сексуальная объективизация» еще лет 25, поэтому в Алматы смело проводят даже мужские конкурсы. Светская хроника. Собирались мучительно долго. Рандеву было назначено на 8 по полудни, но сам раут начался спустя полтора часа. Впрочем, в момент демонстрации мускулов гости из числа мужчин разнюхали, что в полумраке по углам есть столики с водочкой и канапешками. Так что выступления суперменов наблюдали исключительно дамы. Будущие татешки пока еще не обременены уятом. Поэтому лишь для вида, стесняясь, они внимательно рассматривают представленные бицепсы и трицепсы. Точеные фигуры вроде как должны выглядеть античностью, которой в Казахстане никогда и не было. Охота на мужчин приближается к своему логическому и, может быть, даже трагическому завершению. Сегодня последний четверть финал в дизайн-моде прошел, 12 человек участвовали. Значит так, 12 мальчиков. Некоторые из них делали, когда раздели, сделали кьяна такое вот. Ну, вообще, честно говоря, шварценеггеров я среди них не заметил, хотя были довольно упитанные. Это не суть важно. Кстати, раздевались они примерно 6 минут, а в армии всего 40 секунд раздеваются. Вот тоже одна маленькая деталь. Жюри. Во-первых, мне очень понравилось высказывание Маши Кельберг, что по красоте на первом месте идут женщины, конкурсы красоты, потом дети, на третьем животные. Ну, не знаю, насколько это польстит самолюбие участников конкурса. Народ в 90-е вообще очень любит собираться вместе по любому поводу. Тем более, что выбор развлечений невелик. До Ютуба и сериалов по подписке еще целая вечность. А тут хоть на собачек можно посмотреть под проливным дождем. Или вот еще одна забава из 90-х – конкурсы стилистов и визажистов. И если бобикам отдали центральный стадион, то парикмахеры обосновались в цирке. Конкурсанты напоминали плохо дрессированных зверей. Тем более, дело происходило на арене цирка. Они плохо представляли себе, что нужно делать, куда смотреть и вообще как двигаться. Да и вся организация не отличалась изыском и блеском. Ну что ж, как говорится, первый блин комом. Что касается самих причесок, то на взгляд зрителей было много лака, даже больше, чем самих волос. Гвоздем программы стал, конечно, Сергей Зверев, третьей ножницы в мире. Все наслышаны о его однодневных заработках в 6-8 тысяч долларов, о его клиентуре, среди которой любимая Ирина Понаровская. Наконец, все знают, что Зверев – наш кадр казахстанский. На казахфильме в 90-е так же тоскливо, как и на конкурсах парикмахеров. Вроде бы что-то снимают, но это по большому счету практически нигде не показывают. Ведь кинопрокат мгновенно развалился, а в кинотеатрах начали продавать мебель. Поэтому фильм с участием Баян Мухидденовой, будущей Есентаевой, исключительное событие и для зрителей, и для актеров. Это новая продукция киностудии «Казахфильм». Мы давно в долгах перед нашими зрителями. Мы хотели, чтобы наши зрители наконец-то смотрели добрую картину, светлую картину. Вот это картина о молодежи, если так коротко сказать. В общем, она заканчивается, наверное, счастливым концом, да? Да, заканчивается как хэппи-энд, счастливый конец. Драма, опера и балет в еще более глубокой коме. Высокое искусство никогда не выходило на самоокупаемость, но хотя бы поддерживалось государством. Но тут на фоне внезапно наступившего рынка начинается отказ всех органов культуры. Сюжеты Катыката во времени говорят сами за себя. Вчерашний праздник ознаменовался также фейерверком. Горел главный театр республики, опера и балета имени Абая. По счастью, зрителей в этот момент зданий не оказалось. Как раз только закончился детский спектакль «Белоснежка и семь гномов». Эротика и астрология, так называется выставка, открытая в фойе консерватории. В фойе театра Оэзова состоялось не очень обычное для театра действо, хотя где-то и театральное. Это была презентация выставки египетской мебели. В общем, вы пока полюбуйтесь на эти мебеля. Впрочем, граждане и сами как будто особо не страдают от нехватки классики. Времена стали хоть и куда более сволочными, но и более искренними. Хочется просто развлечений, пусть и незамысловатых. Тогда, как, впрочем, и сейчас, старшее поколение с удовольствием возмущается. Молодежь, мол, совсем без культуры. Театры не ходят, симфонические концерты не посещают, музеи тоже. В 90-е у парней и у девушек действительно совсем другой формат развлечения. Да, да, давай. Мам, ну что, я побежала? Смотри, только не поздно. Да, точа это. Главное развлечение – на машине за город. Поэтому девчонки предпочитают дружить не с теми, у кого абонемент в библиотеку, а с теми, кто за рулем собственной машины. Погнали! Поехали! Тем более, что позволить ее теперь могут не только номенклатурные отпрыски. С независимостью в стране начинают появляться новые казахи, новые русские и так далее по списку. Молодые, дерзкие, предприимчивые ребята, которые сразу поняли законы этой жизни и стали получать от нее максимум удовольствия. Женя, помоги, пожалуйста. Все нормально? Ништяк! Погнали на плотину! Вылазки на природу. Это веселая компания, багажник до отказа забитый импортными бутылками и обязательно громкая музыка. Ну что может быть лучше, чем устроить танцпол прямо на траве, когда прокуренные бары и ночные клубы уже изрядно надоели. Но молодые безбашенные и в 21 веке будут устраивать подобные вылазки на природу. Жень, бросай все! Пойдем к нам! Хотя, глядя на то, куда ездила молодежь в то время, становится совсем грустно. Кафе, парки и прочие места культурного отдыха мгновенно превращаются в свалки. Экология! Съезд Сто Ре Думаю, вы поняли, что мы поднимаемся на вершину, как тебе. Раньше здесь любили отдыхать алматинцы с детьми и иностранцы с женами. Город даже разорился на канатку. Теперь уже не так. Да, теперь здесь уже вот так. Впрочем, ни тогда, ни сейчас ничего не может помешать людям быть счастливыми, когда они хотят быть счастливыми. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ежан. Это моя... Салтанат. Вы, вы Салтанат. По вашим лицам я вижу, что вы любите друг друга. И мы знаем, что браки совершаются на небесах. Но я позволю себе дополнить пословицу и скажу, что референдумы совершаются на земле. Естественно, такой день в вашей жизни. Вы, вероятно, гуляете с утра, а на референдум вы сходили? Мы сегодня не успели. Вот я сейчас хочу, пользуясь случаем, сегодня у меня двойной праздник. Пользуясь случаем, хочу пожелать всем счастья, успехов в личной жизни, всего самого наилучшего. Также я пользуясь случаем, хочу проголосовать за Назарбаева. За Назарбаева, конечно, проголосуй. Султан обещался за нашу президенту. Кадры прошлых лет сейчас кажутся наивными, но от этого еще более искренними. Это те самые ламповые воспоминания. А еще из расхожих фраз – тотальная нищета, бандитский беспредел, становление страны, дух свободы. Эти клише про 90-е всегда идут рядом. Не мы такие, жизнь такая. Эта пошлая фраза тоже как раз из того времени. Понятно, что спустя годы многое сейчас кажется смешным или даже глупым. Но это была молодость, наша и страны. А молодость имеет право на ошибки. Сейчас, отматывая старую пленку, трудно не признать, что за 30 лет поменялось практически все вокруг. Теперь бы нам самим еще поменяться, чтобы смотреть в будущее уверенно, а в прошлое просто с грустной улыбкой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok